Выступая в эфире канала «Россия-1», официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинение Германии в отравлении Алексея Навального веществом «Новичок». Если это очередная постановка, если это некий новый сценарий, основанный на старых лекалах, целью которого или задачей которого является подкрепление уже заранее сформированных неких мер, которые были недавно озвучены в отношении нашей страны, и это делается в том числе с подменой нормального сотрудничества, тогда мы это уже все проходили. Она отметила, что российскому послу в Германии на вопрос о фактах в деле отравления Навального просто ничего не ответили. Как вы считаете, задали наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих? А где факты? Где формулы? Где хоть какие-либо данные? Отвечу, да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формулы, ни материалов, ни справок. Ничего. Ровным счетом ничего. Напомним, МИД ФРГ выступил с заявлением, что у Алексея Навального выявили следы боевого отравляющего вещества, известного под названием «Новичок». Был проведен токсикологический анализ. У господина Навального были взяты специальные биологические пробы. Был получен результат, который без сомнений позволяет говорить о том, что Навальный был отравлен неравнопроэтическим веществом группы «Новичок». ФРГ и Британия потребовали от России объяснений и пригрозили санкциями, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву предоставить данные по программе «Новичок» в Организацию по запрещению химического оружия. В свою очередь в МИД России напомнили, что таким химоружием, как «Новичок», обладают многие страны. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов. Напомним, блогер и оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет был экстренно посажен в Омске. Два дня Навальный провел в клинике Омска, после чего по требованию членов семьи и сторонников он был отправлен в Германию.